Всем привет, дорогие господа! С вами ваш любимый блогер Александр Чиж. И я как раз сейчас решил сделать такой лайт-обзор, в этом плане, на недавнешний фильм, который вышел как раз 19 сентября. Угадайте, какой этот фильм? Правильно! Мы именно как раз поговорим о самом сериале Чернобыль. Ну, конечно, 19 сентября была, конечно, премьера финального сезона фильма. Как раз именно вышел полнометражный фильм, именно посвященный такой финал, где именно заключительная концовка там. Ну, конечно, некоторые там скажут, конечно, ой, Чиж, видишь, премьера была 19-го, все дела там, ты опоздал. Но я могу сказать одно, я читал в официальных изданиях, что будет еще второй фильм, будет именно 26 сентября, я слышал. Вот, и поэтому в этом плане, тут еще неизвестно, будет оно, не будет, но и то, но и то, это еще не поздно, еще недалеко отошел. Вот, но мы поговорим не конкретно об отдельно взятом фильме финального отрывка сезона Чернобыля Зона Отчуждения, а мы поговорим о самом сериале Чернобыль Зона Отчуждения, именно, как он вообще выглядит, именно, каковы вообще действия и каков интерес к этому сериалу. Так что, дорогие мои господа, берите чаи, садитесь и смотрите, будет интересно. Погнали! Вот, Чернобыль Зона Отчуждения, это вообще считаюсь необычный российский сериал, который с элементом экшена, элементом жутиков и альтернативной историей, ну, фэнтеза, и фантастики. Вот, и этот сериал очень интересный, а сюжет заключается так, что был такой клан Герл Паши Вершин и его друзья, как там Леша, Аня. Гоша, и еще одна из них, женщина, я не помню, как мне это очень зовут. Вот, и в результате у Паши дома сохранились деньги. Вот, и в результате он устроил Тусу, как бы веселился, ничего не позадевал, вдруг интернет там сломался, и в результате, этот, на следующий день, после Тусы, вдруг приходит к ним промоутер, промоутер как бы чинит им интернет, но в результате, в результате он взял, он стырил у главного героя деньги и смылся в Чернобыль. И, естественно, главные герои поехали за ним по пятам, и для того, чтобы добраться в Чернобыль, им приходилось пройти огонь, воду и медные трубы. Вот, и в результате, в Чернобыле, когда они учутились, им тоже пришлось пройти огонь, воду и медные трубы, даже и псов приходилось, и видеть человека, застрявшим в дереве, именно, слившимся с деревом. И много чего им приходилось увидеть в этом плане. Они даже и перемещались во времени, пытаясь предотвратить вот эту Чернобыльскую катастрофу. Как раз Паше Вершинину удалось предотвратить эту катастрофу, и в результате, после того, как он предотвратил Чернобыльскую катастрофу, он учтутился в альтернативном 2013 году после этого. Где там СССР был до сих пор жив, а подобная катастрофа случилась в Соединенных Штатах. Вот, и в результате, в результате он был в шоке, потому что он, как бы, попал в альтернативный 2013 год, и поэтому, естественно, он встречает своих альтернативных друзей, таких же, но только альтернативных, и они едут в США, там предотвращать катастрофу в Кальверклифте. И в результате они выясняют, что взрыв устроила Клара Мэдисон, устроила взрыв, и в результате они пытаются ей ее предотвращать. Потом они копаются еще глубже в 50-е годы, копаются, говорят, там были перемещения во времени, были. Вот, и в результате выясняется, что у Клара Клейн был душевно больной отец, и в результате, ну, вы сами увидите, я спорить в основном не буду, и там дальше разборки с Кеняевым, что, естественно, кто такой Кеняев, это мальчишка Гедрин, который, естественно, в него вселилась зона. Ну, вот, и в результате, ну, я спойлить не буду в основном, вы все сами увидите, но это я в целом рассказал, как сюжет идет. А в целом, в остальном, спойлить не буду, вы, если что, сами посмотрите. Итак, сериал очень зачетный, и вообще рекомендую вам посмотреть его. Это, чем лучшее, считается, это лучшее из российских фильмов. К тому же, сами заметите, что этот сериал считается, чем лучшее среди российских фильмов, по сути говоря. Это считается одним из лучших. Потому что, во-первых, там именно экшеновский сюжет, экшеновский, там и прочие, прочие, там и экшеновский сюжет, и жутики, и альтернативная реальность. Конкретно то, чего, по сути говоря, заставит зрителя вообще вот именно задуматься, поинтересоваться чем-то. Вот. И в результате именно этот сериал вообще вышел классным, отличным. Что, по сути говоря, это вообще лайк однозначен этому сериалу. Так что, если что, можете вы посмотреть этот сериал, как-нибудь вы можете посмотреть, и взять, он вам понравится. Я вам прямо скажу, он вам понравится. Ну, конечно, если придутся, конечно, те индивиды, которые поставят фуру дизлайков, из-за того, что, или кто будет хейтить этот сериал. Ну, я это, конечно, понимаю в этом плане. Но, но мне он нравится, если я скажу, это причем считается отличный сериал. Очень интересный, и очень оригинальный, по-своему. Ну, а так, был с вами ваш любимый блогер Александр Чиш. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, делись этим видео, если тебе тоже интересен этот обзор. А так, всем пока и удачи!